Новшество судебной системы и внедрение лучших международных стандартов выгодно не только казахстанцам, но и инвесторам. Доказательство тому – оптимальное решение в ходе реализации национального плана «100 шагов». Есть много возможностей у Международного совета, который был специально создан при Верховном суде. Подробнее об этом в нашем сюжете. В век глобализации Казахстану необходимы инвестиции. Однако бизнесмены должны быть уверены в стабильности страны, в развитии которой они вкладывают деньги, а также в безопасности своих средств. Об этом говорится в 23-м шаге плана нации. В стране создали специальную коллегию при Верховном суде, где рассматриваются споры между крупными инвесторами по правилам суда первой инстанции. В настоящее время уже определен и расширен перечень инвесторов, которые имеют право обратиться в суд по правилам рассмотрения суда первой инстанции, Верховный суд и суд города Астаны. Кроме того, Верховным судом запланировано на 2018 год принятие нормативного постановления по практике рассмотрения инвестиционных споров. В специализированной судебной коллегии уверены, инвесторов привлекают не только налоговые льготы, но и правовая защищенность. Эти составляющие зафиксированы в плане нации как ответ на глобальные угрозы. Развитие доверия или укрепление доверия к Республике Казахстан вызовет приток инвестиций. А приток инвестиций – это создание новых рабочих мест, поступление доходов, налоговых сборов в бюджет Республики Казахстан. И, соответственно, это отражается на жизни и качестве простых рядовых казахстанцев. Для улучшения и модернизации судебной системы в рамках 25-го шага плана нации при Верховном суде создали Совет иностранных судей и юристов. В его состав входят 15 экспертов – 8 национальных и 7 международных. Изучая судебную практику других государств, служители Фемиды Казахстана смогут учиться на чужих ошибках, перенимать опыт в сфере решения сложных вопросов. Не просто взять этот международный опыт и применить, внедрить наше национальное законодательство, насколько оно приемлемо для нашего национального законодательства, поскольку у нас есть свои особенности развития государства. Это мы должны принимать во внимание. И поэтому брать целые какие-то иностранные институты и насаждать мы не можем. В первую очередь стоит вопрос об имплементации отдельных норм, передовых, которые могут принести какие-то положительные результаты именно для нашей системы. Реформы, направленные на обеспечение верховенства закона, в том числе создание в стране отдельного инвестиционного судопроизводства, специализированной судебной коллегии Международного совета при Верховном суде, уже внесли свою лепту в деле улучшения инвестиционного климата. Благодаря этому Казахстан стал членом Комитета по инвестициям ОСР. Это говорит о соответствии инвестиционного климата высоким стандартам и практикам стран-членов ОСР.